Вам необходимо встать на подвижную платформу, поставить ноги на ширине плеч, руки немножко тоже расставить, смотреть прямо. 30 секунд и два оборота вокруг своей оси. Столько надо ростовому 3D-сканеру для создания трехмерной модели человека. Делают он это с помощью четырех фотокамер и датчиков инфракрасного излучения. Не путать с рентгеном, у сканера совершенно другие задачи. Этот сканер он берет по внешней структуре тела, то есть если вы пришли в одежде, допустим, то он возьмет верхний слой по одежде, то есть внутри в разрез вы посмотреть не можете. С помощью этого инфракрасного датчика мы можем снять с вас достаточно точные объемы вашего тела. С моим лицом что-то не так. Может быть было мелкое движение, либо, допустим, глаза немножко у нас совместились. Это получилось из-за того, что взгляд его все-таки куда-то наводили и где-то фиксировали. Но это не криминально, то есть для создания тех же обмеров, либо для использования объекта это ни на что не влияет. Обхват талии, шеи, длина ног и рук и даже высота ключицы. Программа выдает около 150 позиций обмеров, которые в будущем помогут при изготовлении одежды. Основное внимание в лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна уделяют диджитал-гардеробу. Виртуальная одежда будет существовать только в виртуальном мире. Возможно коллаборация, то есть в зависимости от целей, с которыми производится та или иная виртуальная одежда, она может дублировать реальную одежду. Или потом самые удачные модели виртуальной одежды будут производить в физическом плане. Из цифровой модели может получиться пластмассовый манекен. 3D принтер в лаборатории пока тестируют. Небольшие предметы или части тела сканируют с помощью ручного устройства. Это голова нашего коллеги. В принципе она была сосканирована в течение минут 15 и напечатана. Печаталась она, я думаю, что не больше 4 часов. Мой цифровой двойник может стать героем игры, мультфильма или кино. Встретиться с ним в мире виртуальном помогут специальные очки. КОНЕЦ